подъема гнать их проспали все да нет еще не проспал я могу показать что это такое вот обыкновенная которая везде на почте пользуется я сделал тройными и порвать нельзя а это кровать кровать на которой я не сплю и теперь мне среди дня бывает необходимо 15 минут я сделал так вот их переплел ну конечно это надо было подогнать вот 3 и они вот здесь сделано видишь какой ушко вот в битая вот она видно ушко и вот это такое сцепляется я за него сейчас вот сюда вот завожу все я там дверь на конечно запираю чтобы никто не зашел сразу же не просто так я совершенно никак никакой я не могу даже гостоложки поднять я вот так потихоньку это для того чтобы я не упал 30 сколько дело теперь телефон кладу вот сюда вот кармана то мешочек чтобы не потерялся он сразу же беру сумочку вот это сшитая армейская от света спокоен ночи 15-20 минут полностью разблокирован поднимаюсь и пошел на работу а работаем в лесу и носим эти я их называю сваи тяжеленные и иные подвое а у меня еще болезнь такая-то я узнаю только может через день в туалете кровью идет там что-то порвано кровь идет ну ничего не сделаешь и мы начинаем вот стою я в два часа примерно ночи 2 а в общий пойдем 4 40 и бывает к трем сорока я закончил я быстренько куда-то прилепиться надо полчаса замечательно 4 40 поднимается в пять мы уже на молитве теперь совершаем утреннее правило 30 35 минут в это время всего ранее но лето я голубей напоить и накормить и все инструмент забираем все мы уже позавтракали все мужа в лес подались володя там что-то еще бар нещает и делаем из нынче сделать сейчас приехали гостям работы нельзя дать у володя один огород картошки 20 соток в другом на 5 и в третьем столько же и грядка смотой морковки там не найдешь я бабы настоящий такой стебель гороха дальше виктория ягода помидоры и грядка укропа это мне все володя зал чтобы я тяпаешь обтяпали мы тяпаем так что решаем едва едва приближаемся иногда я на ужин даже не хожу ложиться раньше 9 никак и поэтому я здесь сразу зашел в комнату и первым делом надо совершить семикратную молитву 100 поклонов бывает ноги обмыл а бывает нет сразу скорее на молитву помолился еще время не позволяет полчаса полчаса теперь я что-то размышляю и вот здесь вот босиком хожу туда-сюда смотрю часы время как остановилась и наконец мое время спать сверху бывает под одеяло даже не залез упал глаза открыл два часа я верю каждый раз меня ангел поднимает я хватаю часы два часа 10 минут завтра опять поднимаю два часа ночи 10 минут одновременно я не могу так проснуться я в первым делом поблагодарить ангела господа бога и дальше этого днем для дня но иногда настолько я спешу что даже до сюда до кровати не найдешь у меня другой источник вот это выйти сюда а садиться она не дает а раз не дает я придумал я вот это вот ушко и туда заходит все никто не догадаешься чего есть теперь я прихожу вот сюда вот посмотрите я сейчас покажу вам это все изобретение вот сажусь фляга на флягу а вот она телефон мой вот он какой прекрасный я его здесь вот кладу вот это 15 минут примерно 17 там не имеет значения все заново организм заработают а теперь когда я ложусь спать у меня вот этот ящик отлетали вот посмотри какие открытия бог делает и все случайно такая вот тут подпилили маленько вот володя взял подпилил чтобы она заходила сюда ровно-ровно лежит на нем вот гляди я ложусь спать около себя ящик набери номер наберем бери никогда сейчас посмотри что делает вот это усиливает разок три звук этот вибрация вибрация идет не может сейчас будет теперь я вас нашу суда виде тихо все сравнивают случайно однажды случайно положил как порох изобретали и он вот так вот моет и я поднимаюсь я так вот это ну вы мелочи всякие замечаете а тут на это и так именно не и так лежит а и вот на на фанерке маленький бортик должен был быть да вот дела девки книга арсений отец арсений там дела девки дела и мы туда взяли это вот такое дело так что скачали здесь все так каждую неделю у меня свой тазик в бане в бане здесь дома дома лежит тазик свою значит своя у меня там свой веник своя шапка идем в баню я беру большую шапку надеваю будет холодной водой смочу голову вот все первым делом начинаю стирать белье ниже рубашку вот она уже просыхает вот она видишь я как приехал и эту рубашку стираю и на следующий день опять надеваю сколько рубашки надежда васильна еще чуть не в 30 лет ее считает мне на себя ничего не трачу а вот это чтобы голова было ну когда в бане жарко я люблю жарко что было теперь начинаю когда все это постирал вынес своя виходка свой веник веники сам делаю и начинаю готовиться помылся водой холодной голову смочил зимняя шапка а теперь я присущена плещу на камни и лезу на полку и примерно три раза это делаю закрываю все щели и начинаю где меня комары кусали где что все лекарства домой пришел домой стараюсь прийти чтобы в одних трусах чтобы просохнуть быстрее что постирал все сразу вывешивался там дождь и где-то в избе и это только начало дальше прихожу здесь я просушиваюсь скорее включая время идет у меня сжато это надо добавить и надо отдохнуть обязательно из рукомойники обмыть лисо крест святой воды сразу без святой воды ни одного дня нет болезни то нет у меня вот допрашиваешь что болит но болит может быть все но это не болезнь это ну девятый десяток идет мне так это нравится а тут у меня березовый сок володя подарил я его сразу себе наливаю и начинаю по глотку вот он у меня есть немножко если холодно еще во рту согреваю если это с медом то обязательно плитка у меня рядом я нагреваю а у меня мед банка есть господи прости это сок а там впереди обед тогда на обед пойду володя нынче около 300 литров набрал видите гостей всех угощает в деревне бедная а мы этого не ощущаем мы очень богатые на одном пруду я хотел показать съездить на рыжковский тут и рядом на пути 404 сваи забили взять вот этого лодыря с собой показать ему как работать надо сваи забивать молот а молот ты должен поднять увидеть что там не меньше десяти килограмм а то поднимать и бить и перед этим надо было в лесу такой высоты примерно каждый сделать выбрать потом ваш курить шкуру снять потом на 4 срезы сделать чтобы сделать клин забивать потом привести отработка от машин там просмолить и потом его ставить ставить ну один лопатой тащит они тяжелые тяжеленная и кое-как двух сторон лопатами на перекрест подтягиваю чтобы она не упала свая если промахнется большая щурка как табуретка он с нее начинает забивать до сих пор забил теперь уже бьет прямо самая дамба володя за один день забил 174 свая ну полтора дня практически вещь невероятная деревенские отказались каждый своим делом занят но дело не становится все отказались еще не значит выше награда будет и мы делаем то не для себя она меня там один священник гуру гуру а этот степаненко максим вышел гуру ой 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 гуру полтора миллиона горит за два года зарыл в земли ни одного деревенского не было дорогу строю пруды да вы найдите в мировую историю гуру а то учитель который там южный это будет восточный чтобы она отдал свое у нас ничего нету и только мы наши друзья вот мы работаем поднимаем дорогу пруды самая трудная работа а почему деревенские у них своя работа заготовка посевная прополка им некогда и мы не обижаемся потому что мы община мы одно общего создать не осипов и другие известные священники создать не могут не у стеня его не уткачева нет они не знают даже что к общины и я буду это не поймет о чем речь ну вот приходят но приходят это приход а община ты видел какая дисциплина где в каком храме ты видел такую дисциплину как одеты как одно сделал замечание женщины все трем-четырем мужчинам вчера сделал замечание воротники воротников не хватает все встали сегодня надежда васильна пришла сумку вывалила одних рубашек сколько бери надевай это община и для чего для бога и как люди стоят как они идут как единодушие как службу батюшка ведет просто надо посмотреть увидеть мы маленько кое-что сняли показать да это что это говорит тот кто не может еще сделать он от зависти лопается это огромный труд вот он крещение тут один неизвестно как же что окончилось как видишь как я она поняла это нужно вы что же нас любите видишь как беседа была жаркая еще бы я еще не упустил тебя не упустил сказал это и лихорадки эти которые есть эту девушку которая еще нет она сейчас подошла простите игнатий тихонович а то я простите и на подошла я уже отрезана все я предупреждал тебя четыре раза средства пойдут другое направление на белоруссию может быть а я для вас старался не знаю даже как нанимал машину чтобы отвезти продукты и все боялись дома испортится а как она испортится гречка за 15 тысяч покупать покупать телефона сколько твой телефон стоит ну пятнашку стоит играться а что интересно то мне телефон для рубля то есть они платил сколько вообще стоит я не знаю иглаш тысячу стоит игнать их ночь это потому что не телефон это компьютер но я бы нельзя компьютер я на девчонка то еще не и посылайте не друзей не работы ничего нету вот компьютер я понимаю процессор монитор покажи но игнать я сижу дома у меня старенький компьютер подарил один писатель нежный александр иосифович я сижу заходит один человек член нашей общины молодой парень играть детей короче а вы хоть маленько меня слушаться будете я говорю вопрос серьезный если по делу то я любого слушаюсь тогда закройте глаза я сижу закрыл сказал закройте меня же убудить надо сразу уснул я засыпаю примерно в среднем 37 39 секунд полностью вырублены хоть когда почему на душе спокойно никого не обманул выложился весь делал не для себя для себя меня вообще ничего нету это господь так делает а дальше а дальше он говорит теперь откройте глаза я открываю глаза компьютер другой стоит это я вам компьютер купил тот заменил я узнаю кое кое-как узнал и потихоньку его жене в карман положил домой пришел деньги у меня лежат уже вернули и так и не взяли виду занятия в университете пурга прихожу на колесе стоит чемодан какой-то такой картонный я боюсь открыть а что его знает у меня не другие есть может быть рванет и сапог не найдешь но перекрестил его там может святой водой открыл монитор и по сей день не знаю кто виталий ты веришь что я говорю или нет на сто процентов так вот в этом то и помнишь когда этот свалантом сидят говорит так ты выяснил согласно а этот галкин то на все сто процентов без безродный на все сто процентов на все сто на все 100 вот так почему а когда богу доверяешься бог это делает и это принимает как от господа я больше не стал делать попыток чтобы отдать мне нужно иногда посвятить голубя меня нет я возьми да и скажи вслух я прихожу а у меня лежит уже у головы лежит вот этот вот вот он какой и вот уже мне заряжение за и как он заряжается идет нажимаю загорелся веди два нажал 3 4 5 не не просил ничего то есть доверься господу и откроет небо десятина мои десятины все прошибают а ваше какое сейчас никакого я просто поверил поверил безотчетно без доказательна вот у меня сколько врагов я них молюсь и молюсь и молюсь вот нападает какой-то два александра сергей виктор прокурор я молюсь и вдруг нет ни одного в один день всех снял господь господи благодарю тебя да не дай им погибнуть господи судный день не помяни их безумие теперь я за них хляшусь а буквально облет как рыба за этих за врагов то их нету они больше не нападают где они чем занимаются они у меня здесь они меня заставили бодрствовать вот заболел отец владимир я написал а чего болят ноги священников я вячеслав у меня посредник он скинул а теперь я вдруг отец владимир не приехал а может обиделся я теперь начинаю наворачивать я очень мнительный мне надо уговаривать чтобы я не думал так а может обиделся нет болеет серьезно тогда я предлагаю как приехать самолетом нельзя на машине трудно поездом ну друзья видимо его не отпускает но мне сказали потом стали звонить кто с ним хотел прицеплялся уже другие люди звонят и говорят что другое время когда полегче а я очень хотел чтобы был он в это здесь с нами я говорю вы узнаете если он крапленый батюшка так вы поговорить он тут священник так как и примет крещение то у нас тут и романахи кто только не приезжает ащи не крещен 6 сиренский собор 8 4 правило все поставила на ноги и вот я здесь нахожусь всем доволен сейчас бульдозер должен прийти я уже должен заготовить сейчас минимум 250 тысяч четверть миллиона четверть миллиона где-то и при том это навсегда уходит нигде не возвращаются я в землю зарываю это он землю дамбу поднимает он я никак не ничем не могу компенсировать деревенского не рубля нигде нету примерно полтора миллиона уже зарыл здесь я в этом испытываю радость и человек который помогал друг из того ни сего сделался не православному враждует а я ему ответить не могу потому что я знаю какой он добрый а его обидели и он теперь на всех а я только молюсь за него и в молитве нахожу утешение это биография когда я с утра до вечера ну в разные одну только работу делаю я утром сразу володя до обеда я да 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 завтрака я уже сделал что делать я перед ним стою перед володей дядя вова мы с тобой еще делать на нагороде там надо так я поехал вот когда приедет неизвестно один начинает не могу наклоняться длинный такой мешок он нашел я ложусь на этот вот так вот мешок это допустим вообразить что длина его 8 метров или 6 метров мешок ну пошире примеры вот так вот я вот так вот а ложусь и вот так вот оползу и лук грядку отдул прополол теперь я оттуда переложу вторую грядку володя придет уже половина сделано боком на другой ничего не сделаешь у меня один ответ ничего не делали а начнем да и получится это надо душе ласково ты вот поехал а у меня уже тебе были мысли как подойти как сказать особенно зареги со за элементами я ему расскажу а ты для себя делай буду работать поезжай на нефтевышки сургут где тут тюмень работает и рассчитаться с ними по совести вот сергей павлович пупков знает со мной он ездил я знакомым дал указание указание прямо найти где работает такой-то директор а он на пенсии рт и резина технических изделий моторостроительный зеркальная фабрика тот кто мне помогал я не могу найти покой пока я не рассчитаю стучат стучат так уходим так ребята уходим мы все уходим скачал вода ты свое скачал нет да все сюда скачал да